Дорожные знаки Дорожные знаки Американская система основана на применении различных надписей, указателей, то есть интуитивно понятные дорожные знаки, которые не требуют глубокого изучения. Что касается европейской системы, то здесь ситуация несколько иная. Эти пиктограммы могут быть не совсем сразу понятны обывателю и изучение их требует достаточно большого труда. Почему так получилось? Вероятно из-за того, что в самом начале истории автомобилестроения в Америке был провозглашен девиз «автомобиль это не роскошь, а средство передвижения». То есть большие массы людей, может быть с недостаточным образованием, будут участвовать в дорожном движении. Им должно быть все понятно на дороге. В Европе ситуация была несколько иная. Автомобиль считался роскошью, был доступен богатым людям. То есть это своеобразная каста, водители считались достаточно привилегированными. Поэтому нечего по столединам смотреть и понимать, о чем, собственно говоря, знаки. Может быть это так, но может быть и нет. Идем дальше. До подписания Европейской конвенции о дорожных знаках и сигналах, тогда еще Советским Союзом, существовала на территории СССР своя система дорожных знаков. Если внимательно посмотреть, она очень близка к европейской системе, потому что соседи, от влияния Европы никуда не денешься. И мы видим, что некоторые дорожные знаки, наверное, действительно еще менее понятны были, чем сейчас. Особенно обратите внимание, допустим, на различия между знаком «обгон запрещен» и «обгон грузовым автомобилем запрещен». Как понять, что вот это именно грузовым автомобилем, честно говоря, непонятно. Если посмотреть на китайские дорожные знаки, то здесь мы видим, что используются обе системы. И европейская, взята, наверное, лучшее, и американская. Тоже по принципу возьмем лучшее и применим у себя. Ну, китайцы, но то и не китайцы. Все дорожные знаки, применяемые в нашей стране, делятся на 7 групп. Предупреждающие, приоритета, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса и знаки дополнительной информации. Как видите, они отличаются по форме, по цвету, но, естественно, по назначению. Какие знаки появились самыми первыми на дорогах? Наверное, указатели. То есть мы знаем сказки, где едет богатырь и видит указатель. Прямая дорога до Киева, кривая дорога до Киева. А может быть, первые появились знаки предупреждающие. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, дорога неровная. В общем-то, дорожные знаки существуют на наших дорогах с глубочайшей древности. Для чего на дорогах сейчас, в современное время, нужны дорожные знаки? Дорожные знаки информируют водителей о приближении к опасным участкам дорог. Устанавливают очередность проезда перекрестков или узких участков дорог. Устанавливают очередность проезда железнодорожных переездов. Вводят или отменяют определенные ограничения дорожного движения. Также дорожные знаки применяются для обозначения необходимых направлений и условий, а также режимов движения. Дорожными знаками вводятся или отменяются определенные режимы движения. А также информируются участники дорожного движения о расположении каких-либо объектов. Все дорожные знаки делятся на постоянные и временные. Знаки на желтом фоне относятся к временным и применяются как отдельно, так и в сочетании с другими техническими средствами организации дорожного движения, в местах производства ремонтных или других работ на дороге, а также в случаях оперативного изменения в организации дорожного движения, связанного с обеспечением его безопасности или проведением специальных мероприятий. Для нас крайне важно научиться отличать, какой знак постоянный, а какой временный. Как видим сейчас, временный дорожный знак у нас не желтого цвета, а синего. То есть есть еще другие отличительные особенности временных дорожных знаков. Но еще раз повторю основной, это конечно желтый фон. Другим отличительным признаком является применение с дорожным знаком временных опор или подставок. То есть стоит знак не на стандартном столбике или на опоре освещения, а на какой-то подставочке, треноге. Также прошу вас обратить внимание на цвет опоры знака. Если опора знака раскрашена в чередующиеся желтые и черные полосы, то этот знак также является временным. То есть вот у нас временная организация направления движения по полосам. Также отличительным признаком является место установки знака. То есть вообще такой принцип, временный дорожный знак, он должен резать глаз опытному водителю. Что-то с ним не так, не там стоит, не на такой опоре, не того цвета. То есть вот мы видим, что знак установлен на проезжей части дороги. Также временным будет являться знак, если он установлен на обочине, либо на разделительной зоне. Также следует обратить внимание на размеры знаков. Очень часто временные дорожные знаки выполнены гораздо крупнее, чем стандартные дорожные знаки. Ну и если дорожный знак установлен на борту дорожной машины, конечно же это тоже признак того, что этот знак временный. Почему так важно научиться определять, какой дорожный знак является временным, а какой постоянный? Дело в том, что очень часто на дорогах постоянные и временные знаки противоречат друг другу. По правилам дорожного движения в таком случае участники дорожного движения должны руководствоваться временными дорожными знаками. Вот мы с вами видим, остановка временным знаком запрещена, постоянным разрешена. Следовательно, что действует временный дорожный знак и остановка на данном участке запрещается. По направлению движения мы видим, что постоянный знак разрешает поворот направо, временный запрещает. Соответственно, поворот направо запрещен. И рассмотрим, допустим, противоречие относительно скорости движения. Как мы с вами видим, временный дорожный знак ограничивает скорость до 40 км в час на протяжении аж 2 км за ним, за местом установки этого знака. И следом видим знак постоянный, который ограничивает скорость до 50 км в час. Соответственно, мы должны руководствоваться временным знаком и на протяжении 2 км не превышать скорость 40 км в час. Вот, собственно говоря, и все. Мы с вами запомнили, что есть 7 групп дорожных знаков, которые отличаются по форме, цвету, назначению. Также мы выяснили, что знаки бывают постоянными и временными. И в случае противоречия временных и постоянных дорожных знаков, мы все, как участники дорожного движения, должны руководствоваться временными дорожными знаками. И еще, каждый дорожный знак несет какую-то информацию, то есть создает непрерывный практически информационный поток. И водителю очень важно воспринимать каждое послание, каждый посыл этого потока. Поэтому знаков не должно быть очень много, иначе водитель просто перестает на каком-то этапе воспринимать эту информацию. Государственными стандартами установлено, какое количество дорожных знаков может быть на одной опоре, какое расстояние должно быть между порциями этих самых дорожных знаков по ходу движения. Если этот норматив переполняется, перевыполняется, то тогда мы можем сказать, что мы не видим всех требований дорожного знака. Мы не в состоянии их просто воспринять. Плюс ко всему, ночью на дальнем свете, когда мы едем, большое количество дорожных знаков создает дополнительный слепящий эффект. Поэтому, если меня слышат те лица, которые отвечают за установку дорожных знаков, пожалуйста, внимательно изучайте государственные стандарты. На этом все. Всем успехов и безопасных дорог.